Здравствуйте туристы и милитаристы, миру мир, нет войне и на самом деле я могу сказать так вот если по чесноку наверное на протяжении лет трех я смотрел на вот листал просто сайт аркити смотрел на новинки я как бы понимал что компания потихонечку так вот но она становится более блеклой то есть если обозначить какие-то временные именно рамки периода которым я говорю то это примерно до коронный около коронный вот этот вот период то есть где-то годы так 20 22 может быть 19 21 то есть да безусловно там были какие-то вспышки там были какие-то прям вот реально очень классные вещи но в целом вот открываешь сайт смотришь очень много много каких-то очень много моделей выпуливается каждый год и что называется то что вот мы зажравшиеся нажимаем не цепляет цепляла очень редко и мало что сейчас пошла какая-то свежая струя причем я понимаю что это просто какой-то именно может быть совпадение может как-то они переговорили с дизайнерами то есть кто у них конкретно струячит это те же самые люди которые до этого пребывали в каком-то состоянии там я не знаю стендбай скажем так и вот буквально похвалив за кучу если вы не видели обзор обязательно посмотрите бамбузл нож от сына кена они она кенни они она который прям действительно вызвал прям вот мой искренний совершенно восторг за исключение но уродскими мега уродские клипсы это это в принципе болезнь не только серпите это такое ощущение что американцы это все специально делают а может быть кстати прозвучала реплика такая из зала что вполне возможно в каких-то странах специально делают клипсы блестящими именно чтобы обозначить нож чтобы не скрывать его не знаю но в любом случае что вот это клипса ну так себе это вообще мега уродство еще и на трех винтах аля спайдерка то есть здесь просто полная полный пипец ее нужно просто снимать или вручную стон вошить или травить чем-то то есть в любом случае доводить до ума почему потому что ну в общем вот но даже при моей критике откровенные вот этих вот блестящих клипс я могу сказать что серпите прямо в этом году они модель за моделью делать просто шикарные и да да поехали в общем самое еще что мне понравилось совсем недавно я вам тут упоминал реплику опять же из зала на тему того что человек написал что он позитивно относится к моей фразе тип об кончиком к верху потому что это так задорно молода и так далее и вот конкретно если мы возьмем вот эти два ножа от компании сирки титу бамбузалт у нас клипса тип об кончиком кверху от молодого они она а вот кит carson который уже конечно же в возрасте он нам задарил не очень глубокой посадки клипсу тип даун кончиком к низу и опять же по-прежнему однопозиционная под правую руку но вот с клипсами если мы закончим то сам по себе нож сам по себе нож охренитель ну вот он просто вот во первых здесь сразу же угадывается именно карсоновский стиль во вторых вот эти вот накладки но ведь это же ребят g10 а сделано настолько как в кость что это прям вот если опять же мы помните я вам говорил что бамбузалт мне напоминает что такое какие-то вот доки какую-то какой-то в тип таунском порту и так далее то это явно какой-то вот даже не гэтсби нет я бы сказал что вот это сочетание это больше именно такое мафейное сочетание из 30 из 30-х годов там чикаго нью-йорк и так далее то есть очень красивое сочетание по цветам классно вылезают здесь лайнеры наверх с насечкой что тоже именно это вот именно здесь дизайна в этом на же очень много все что здесь выглядит или сделано из бюджетных материалов или сделано бюджетно это просто жлобство компании серки ти которая пользуюсь популярностью своего имени на в первую очередь на своем родном американском рынке при минимальных затратах старается поднять наибольшее бабло но это как говорится реальность в которой мы живем хрен то с ним пускай будет почему потому что во всем в остальном нож от просто ну он просто охренительный то есть это действительно кому-то понравится или не понравится бамбузл кому-то понравится м402 м который я сейчас держу в руках но эти ножи точно скучными не назовешь их точно не назовешь какими-то вот проходными ни о чемными посмотрите какой клинок то есть сразу говоря о плюсах данного ножа которые прямо вот мне нравится при нравятся и которые вытягивают цену на ламни 82 евро это сочетание цветов это безусловно интересная форма клинка то есть фальш лезвие здесь очень очень кстати очень в тему и сильно вогнутые спуски компенсируют 3 миллиметровый обувь вот и конечно же ассист то есть таким образом кстати говоря серпите решает вопрос решает вопрос но не то чтобы там какого-то бюджетного или плохого качества но прямо скажем не ножи без ассиста все аркетичные редко летают скажем так не я не беру сейчас а кей без а кей без это отдельная история там летает все летать начала задолго до европы и до китая я имею ввиду именно на шайбах там какие-то ножи и так далее ну по всякому бывает вот ассист просто вытягивает это момент выстреливать все это так м402 m crk t номер модели вы не поверите м402 m дизайн kit carson длина 178 миллиметров длина клинка 82 миллиметра ширина 2 и 1 толщина 3 и 1 и повторюсь вогнутый спусков здесь все сразу же решает никаких вопросов к 3 миллиметрам в обухе у меня не остается финиш клинка сатин вес 94 грамма и это при не выпиленных довольно толстых лайнерах болезнь еще не показать но хотя бы давайте как то так пробежимся столько 8 chrome 13 молебден монаде монаде и вот так вот монаде молебден монаде и я об этом вам уже говорил то здесь как бы не никаких изменений не будет до тех пор пока ножи серките кабар там я не знаю cold steel бак или кого угодно штатах первую очередь будут покупать на этих материалах они не будут запариваться им на хрен не нужно вот эти вот европейская это самое мериться письками там и ставить какие-то престижные стали зачем какой-нибудь в оклахоме там в родной оклахомщине или в каком-нибудь агайо фермер заходит магазин берет с полки этот нож идет работает и до тех пор пока продажи будут устраивать при откровенно бюджетных материалах и производстве конечно в китае да им на хрен не впервые вот это вот что-то менять поэтому кривить нос нормально рабочая железка не надо здесь заморачиваться рукоять же 10 лайнер лог асист стоит это на ламни ляля 82 евро сразу скажу нож мне нравится он меня так не вштырил как бамбузл потому что бамбузл я прям себе обязательно возьму этот я просто рассматриваю как некий именно образчик ножевого искусства и здесь и искусством пахнет многое что как увидите здесь нет у нас отверстие для темляка очень такой мощный глухой стальной бэкспейсер на пол рукояти блестящий тоже все дела вот и то есть при привод вот смотришь как бы именно то что нарисовал карсон она прям тянет там на пару сотен потом смотришь на чем экономит серките на клипсе на то что сделали пономаревские честные без вырезов лайнеры какие-то еще моменты вот и понимаю что вот вот она вот вот так вот 80 евро вам и нарисовались мощнейший шпенек шпенек такой что здесь именно весь его прикол в чем в том что он толкается как сбоку так и практически нажатием как на кнопку то есть это такой эффект присутствия автомата за счет ассиста если вы раскрываете вот таким образом сбоку толкаете это одно но здесь как видите насечка такая на шпеньке и буквально просто микро движение малейшее практически получается как на кнопку нажимаешь и клинок вылетает это огромный конечно такой вот именно плюс на мой взгляд мгновенно и вот такое раскрытие но при этом у вас совершенно легальный в большинстве стран обычный не автомат скажем так назовем это так карсон дизайн надписи все дела у ножа очень несмотря на то что я не люблю блин клипсы которые идут именно вот в основании рукояти которые грубо говоря тип даун именно кончиком к низу но здесь я сжимаю изо всех сил нож я понимаю что у меня единственное что напоминает о себе вот это место с насечкой но терпимо то есть это точно не помешает строгать диагональный хват у ножа просто отличнейший он прямо вот это вот вся бульбочка она садится в ладонь как должна быть присутствует комфортный отверточный хват что-то нарезать вскрыть порезать почему бы нет вот конкретно вот это вот передулька не дачуял под мои пальцы маловато то есть совсем самое основание вот так вот ставить просто нужно немножко аккуратнее делать но это возможно и вот вам пожалуйста действительно подобные ножи действительно подобные модели очень сильно вытягивают вогнутые спуски то есть там где я выражаю свою фи итальянцы делают красивый скругленный обух мы это видим на вайперах мы это видим на мкм мы это видим на лайн стил и так далее так далее но при этом они хуячат по-другому не скажешь прямые спуски на 4 миллиметрах там буквально каких-нибудь 20 миллиметров ширины клинка на артур режь будь счастлив потому что видишь какой красивый как бы обух у нас здесь грек метфорд серки ти они используют повсеместно при серьезной толщине по обуху они используют повсеместно вогнутые спуски сейчас я вам скажу не пилар нет как же его зовут то блин самый самый мой любимый аркетичный представьте я забыл название о неоновский дизайн сейчас не вспомню этот нож у меня есть в клипе видео любимой ножи рахадыра как только я сейчас выключу камеру я конечно же вспомню и вот там тоже вогнутые спуски они просто решают они просто бомбезно работают это да это да то пожалуй что все вот такой вот он у нас получился ботинок алькапоны спасибо за просмотр всего доброго пока